Всем привет! Наконец-то детки дождались. Сезон сливок наступил. Зимой у нас молока не было, соответственно, сливок тоже. Сейчас будем делать мороженое домашнее. Что для этого нам нужно? Пол-литра сливок. У нас сепаратор регулируется, жирность сливок можно менять. Если на самую большую жирность поставить, они практически как масло получаются, стоит ложка. Это вот такие сливки у меня. Но если в магазине брать, нужно брать жирные. В общем, пол-литра сливок. Можно сахар, можно мед, но мы стараемся, где можно сахар заменить медом. Если не портит вкус блюда, мы кладем мед. Это на вкус уже можете определиться примерно. Но у нас он вот сейчас такой густой, полную-полную столовую ложку. Если жидкий, то получается, наверное, 2 столовые ложки. И ставим разогревать на небольшой огонь на плиту. Буквально, чтобы мед разошелся. Еще, конечно, количество сахара, либо меда, зависит от сладости бананов. Мы используем еще бананы туда. Если бананы сладкие, соответственно, уже нужно регулировать количество меда. Ну вот, мед разошелся. Теперь в блендер помешаем бананы. Бананы? Это задание. Можно дать деткам. Даша, начисти банан. Чисти? Чисти. Катя, чисти. Так, теперь банан погружаем сюда. Ломай на кусочки. Я тоже. Еще ломай. Ой, маленькая. Давай. И Катя? Я еще не отчетила. Эй, балочки. Балочки. Лучше, конечно, спелые бананы брать. Все, заливаем сливками. Сначала немного. Емко. Хи-хи-хи. Включи. У нас блендер совсем слабенький, но бананы, я думаю, любой блендер возьмет. Да. И доливаем остальное. И еще разок. Да. Все? Все, мам? Все. Все взбилось. Теперь можно разливать формочки. Формочки для мороженого у нас из Акеи. Уже давно брали. Вот такие по 6 штучек. Получается 2 комплекта. 10. Все, разливаем. Нет. Нет. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok